всем привет сегодня у нас на улице жарко но мы здесь мы решили выйти из дома хотим съездить на город мне нужно посмотреть побои в лериной комнате надумали переклеить на следующей неделе должен уж работы приехать так что хотим заняться дальше ремонтами нас квартира как бы не так давно переехали так что тут много чего еще не доделано но боль решили лере к первому сентября к школе новое поклеить как бы у ребят еще принципе можно чтобы обои потерпели а вот лере хотим новую комнату сделать к школе так что сейчас поедем посмотрим какие у нас есть обои у нас принципе не так много строительных магазинов но сходим посмотрим что есть у нас чтобы понимать и когда приедет муж тогда уже или здесь будем покупать или поедем куда-то в другой город будет видно так что оставайтесь с нами может быть поснимаю вам немножко из магазина покажу что есть что может быть лере самой понравится все оставайтесь а но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идем сейчас в магазин, посмотрим обои Вначале один зайдем, потом хочу зайти еще рядышком Тут другой есть, небольшой Ну глянем, что здесь есть Может быть тут что-нибудь найдем Потому что раз мы здесь детскую комнату покупали обои детям Так что посмотрим, может быть найдется тоже подходящее что-нибудь Как у Сеньки с Данькой Лера, а вот такие, понимаешь, у тебя были в комнате у Лавы Мани? Да Может опять тебе такие, Лера? Нет А у меня такие розовые На всю комнату что ли? Да Не на всю Я вам покажу, какие у нас сзади Ну пошли, покажи Мам, я хочу такие У нас они сзади А такие похожи в коридоре, да, у нас? Не сзади А вот с Парижем Лера, не хочешь? Париж, Париж Париж хочу Мама, я хочу вот такие Еще ковры здесь симпатичные в магазине Нам тоже надо ковры в квартиру Ну не знаю, вот этот вот может быть для кухни бы подошел Очень даже такой мне понравился Но посмотрим потом еще Сейчас посмотрим Пришли уже в другой магазин Тут выбор, конечно, совсем маленький Ничего такого симпатичного нету Так что думаю, скорее всего придется все-таки ехать куда-то еще смотреть Так что приедет муж Будем ездить смотреть ремонты Сейчас вернулись домой из магазинов Ну так, конечно, выбор не очень большой Посмотрим Лере там кое-что понравилось Но, как правило, то, что нравится Лере Не совсем нравится мне Ну, комната ее, не знаю Она же в таком возрасте Что купил, то поклеить не получится Надо же с ней советоваться Так что посмотрим Потом ему сейчас сообщение присылает Говорит, может быть, съедем куда-нибудь еще в другой город Где выбор побольше Но, может быть, сделаем и так Посмотреть Потому что у нас как-то, так скажем Не очень-то мне понравилось То, что предоставлено в наличии Жарко, конечно, у нас на улице Не знаю Сейчас стоит 27 Завтра вообще больше 30 стоит Ну так только вот Дня 3, наверное, такая жара А потом опять температура спускается Градусы по 19 И дожди передают Потому что-то вот штормит погода в этом году Туда-сюда Кидает ее Из жары в холод Дождь, солнце Как-то непонятно Было бы уже что-то одно А то, когда Такое вот Непонятки такие С погодой То это, конечно, не совсем хорошо Но ощущаешь себя не очень хорошо Да Только на жару настроишься Но уже холод опять начинается Как-то Совсем мне эта погода не нравится Так что Как-то К тому же звонил Сейчас он где в Германии Там ездит У него дожди Говорит Дождливо И тоже в районе 20 градусов Погода Но он, как правило, жару не любит Так что для него это нормально А мне так наоборот Хочется, чтобы было Жарко Я зиму не люблю Холод не люблю Вот Жара Для меня это нормальное Состояние Так что Мне, в принципе Неплохо Если бы, конечно, еще где-то возле моря Было бы еще лучше Но уже Как есть В этом году у нас не получается Съездить на море никуда Думали съездить с детьми В августе Когда муж приедет Но Там у него по работе Кое-какие вопросы надо решать Так что В этом году без моря Одна я с ними тоже не хочу ехать Потому что они втроем И довольно-таки Такие товарищи Неспокойные Будут бегать Плавать они не умеют Я тоже плавать не умею Только буду волноваться Переживать Так что Уже как-нибудь Думаю Соберемся все вместе И к даю мужу Чтобы получилось И съедем Отдохнем Вот Что хотела сказать Ну Посмотрим Сейчас дома Немножко дети жару переждут И пускай на улицу И тут Гуляют они Устали ходить Но они В принципе быстро Не любители Такие Долгих путешествий У меня Мы там походили Немного По магазинам Еще плюс жарко Им так они Сейчас вот Сидят дома И играют В приставки Жара спадет И пускают их на улицу Мне тоже еще В магазин нужно будет Сходить Кое-что домой Купить из продуктов Ну Как-то Так вот Наш день сегодня Прошел Ничего особенного Будем смотреть Что там Завтра Дальше Думать Сходила сейчас В магазин Сделала небольшую Такую Закупочку Продуктов Хочу детям Недавно просить Такие мини-пиццы Я им делаю Обычно Покупаю Булочки Для гамбургеров Но Сегодня решила Попробовать Купила лаваш Хочу завернуть И так я Как кулиточки Сделаюсь Там В принципе Только им добавляю Клобасу Сыр Ну и кетчуп С майонезом Смазываю Иногда покупаю Специально соус Для бургеров Но сегодня Решила Не покупать А делать С кетчупа С майонезом На маску Сейчас буду Пробовать делать Ну и в духовке Запекать Они очень хорошо Такое едят Естественно Потому что Обычную еду У нас проблемы Поесть А вот такое Вот такие Перекусы Это улетает На ура Не успеваешь Покупать Ну покажу Вам немного Совсем продуктов Немного купила В принципе Так как Дома Пока мужа нету Говорю Что дети У меня едят Очень плохо Поэтому Самая наша Ходовая еда Это макароны С соседкой Там Колбаса Хлопья Ну такое вот По мелочам Так что Продуктов Покупаю Немного Но Покажу Сейчас вам Что я купила Что я купила Молоко Купила Купила кошки Корм Как обычно Тоже Ест Не успеваешь Покупать Булочки Такие взяла Тоже для перекуса Купила Купила Сдобная Сдобная С изюмом Они тоже Очень любят Булочки Лаваш Тут три Лаваша Попробую Все Или не все Останет Ну масло Подсолнечное Сыр купила Для Пиццы Кобасу Взяла Такой вот Сервелат Ореховый Что еще Масло Сливочное И потом Все В принципе Все Что я купила Сегодня И получилось Это у меня 27 рублей 34 копейки Ну просто Вот такая Вот совсем Небольшая Закупочка Сейчас буду готовить Из лаваша Эти мини пиццы Может быть Немножко Поснимаю Если получится Нет Потом уже Окончательный Результат Покажу У меня Получилось Лаваш Помазала Майонезом С кетчупом Перемешала Колбасу На терку Потерла И Сыр Сверху Сейчас Хочу Свернуть Так вот Скрутить Его Порезать На такие Кусочки Будут Как улиточки И в духовку Детям Они Очень нравится Любят Такое Кушают Так что Сейчас Будем Делать Дальше Ну вот Окончательный Результат Эти вот Такие краешки Не очень Красивые Но Я думаю Дети Поедят Сделала Вначале Один Лаваш А потом Поняла Что На мою Компанию Одного Лаваша Это очень Мало Так что Сделала Еще Второй Тут Уже Местила Как Могла На противень Но Сейчас Духовку Поставлю Думаю Хватит Такой порции Посмотрим Так что Все Буду Ставить В духовку Ну Тут Недолго В принципе Тут все готово Так что Чтобы сыр Немножко Смотрит Так что Все Всем Приятного Аппетита Вот такой Сегодня Ужин У детей Все Всем пока Ну Сегодня Наверное Уже Буду Заканчивать Уже Все Сделано Дети Накормлены Кошка Тоже Накормлена Так что Все дела Переделаны Можно Немножко Отдохнуть Пойду Сейчас Почитаю Вот Следующие Пару дней У нас Передает Жара Большая Ранжевый Уровень Стоит Там Больше 30 градусов Что там Должно Быть Посмотрим Скорее Всего Будем Дома Так у У нас Особо Никаких Мы только Если будем Погулять Вечером Когда Жара Спадет А так Скорее Всего Будем Дома Сидеть Там На следующей Неделе Уже Должен Муж Приехать Так что И жара Как раз Спадет Так что Будем Заниматься Делами Дальнейшими Ну Когда Что-нибудь Вам Поснимаем Интересно Вам там В планах У меня Есть Такие Кое-какие Поездочки Совершить Муж Об этом Еще Не знает Но Я думаю Будет Приятно Удивлен Так что Вот Все Спасибо Всем Большое Что с Нами Были Оставайтесь Подписывайтесь Ставьте Лайки Будем Дальше Продолжать Снимать Наши Будни Наши Ремонты Ну Наши Путешествия Надеюсь Так что Все Всем Пока Спасибо За Внимание